И всем привет, ребят, с Вестер Байкер, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему тесту устройств, можно так сказать, тесту 2.0, так как первый раз я не реализовал весь тот потенциал, который можно было реализовать с устройством Minior. И сегодня мы это дело перезапишем и сделаем с лучшей комбинацией и дроном, который может показывать нереально жесткие результаты и быть максимально токсичным в рамках нашего матчмейкинга. Сегодня мы сыграем на диверсанте с Minior. Диверсант дает возможность поставки 9 мин, плюс, ко всему прочему, у нас есть Minior, который не даст нам подорвать наши мины. Соответственно, мы получим комбинацию, которая может максимально жестко показывать себя в рамках дефа и при этом всем реализовывать свое вооружение на все 100%. Что касаемо пушки и корпуса, то, наверное, давайте я сегодня останусь именно вот на такой жесткой комбине в виде титана шафта, который я реализовывал в рамках мега доната, к слову. Ну, возьмем диверсанта, ну и отправимся в захват флагов, тот самый режим, где, возможно, лучше всего можно это реализовать. Можно еще, конечно, попробовать в штурме за деф, да, этот момент реализовать. Но мне кажется, что CTF будет более интересно, что ли, поддефить и постараться помочь своей команде выиграть бой. Ну, а если вам нравятся подобного рода видеоролики, нравятся видосы игрового формата, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше, итоги которого будет уже, к слову, через 2 дня. На 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике установите мой личный тег. Так, т.п. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Так, меня закинуло в катку, где мы уже летим, где у нас уже по респаму шкатается противник. И что-то мне подсказывает, что здесь будет прям мега-мега тяжело. Но, но, наши мины не сгорают. Соответственно, я могу ставить свои мины на постоянной основе и ни в чем себе не отказывать. За исключением только того, что у нас пытаются увозить флаги. Нам надо как-то постараться сначала задефить это все дело. Да, то есть, нам надо один раз задефить, чтобы у нас уже больше флаги не уходили. Потом постараться камбэкнуть эту катечку. Понадеяться на то, что наша команда умеет здесь что-то противопоставить противнику. Сейчас мы заменимся. Слить надо только вот этого еще титана, который здесь остался у нас на базе. И тогда можно будет уже стараться прям реализовывать все на максималочку. Сохраняет до 50 мин. Это дрон. То есть, я могу поставить, получается, сколько? 10. 10 ромашек. Да, которые... А, нет, не 10. Сколько у нас получается? 7, да, где-то. 6-7 ромашек я могу поставить, которые сохранятся. И которые противник будет вынужден подрывать даже с тем учетом, что я буду, например, уезжать на респ. Да, даже с каждым своим респом, видите, я могу поставить с респа еще дополнительные мины. Только вот единственное в этом бою есть одна проблема. То, что противник катается прям жестко по нашим респам. И контролит базу. И здесь как-то... Ну, я в такую прям плохую каточку по итогу захожу. Да, если сейчас эта быстро катка закончится, то мы вместе с вами просто сыграем еще один бой. Хотя хотелось бы поверить в то, что мы сейчас эту катку не отдадим. И сумеем в дальнейшем ее камбэкнуть. Так как овердрайва у меня еще первого не было. Мины уже здесь в довольно неплохом количестве стоят у нас. И снизу, и по центру, я так понимаю, что у нас еще есть какой-то диверсант. Да, есть у нас. Вот игрок играет на аресе тоже с диверсантом и с минером. Поэтому у нас уже такой аккуратненький дефчик сейчас будет. Единственное только, что нам остается... Ой, для полного дефа это заменить как раз-таки подходы к базе. Чтобы здесь уже наверняка не было у противников никаких шансов. Что самое главное здесь в этом дроне, то что тебя могут слить. Да, но ты при любом раскладе все равно сохранишь свои мины. Поэтому ты можешь открыто играть, ты можешь не сейвиться. Ты можешь просто разминить, заменить, разминить всю базу. Да, и ни в чем себе не отказывать. Даже если тебя там сольют, ничего абсолютно страшного в этом нет. Поэтому я вот хотел еще добавить сюда мин. К сожалению, меня слили. Четыре противника просто пытаются залететь по одному флангу. Сейчас мы как раз-таки попробуем сюда сразу на добавочку поставить эти мины. Закинуть гранатку еще на ход ноги бойцам, чтобы у них здесь тоже все великолепно было. Главное было, конечно, себя не подрывать, но ничего страшного. Так, и у нас есть бойцы, которые тоже плотно дефают. Миночки, вы видите, работают на постоянной основе. Да, то есть на постоянной основе здесь противник подрывается на этих минках. Минок стало, к слову, уже довольно большое количество. Да, и даже с тем учетом, что у нас катка пока что сливная на 4-0. Мы можем здесь расставить прям очень большое количество мин и заставить противника просто подрываться на них. Да, здесь у него нет особо даже шанса. Так, только нам нарез от шафта взять. А то меня что-то как-то шафт очень жестко рубит постоянно нарез. Постоянно очень жестко я что-то улетаю. Поэтому давайте возьмем резист от шафта. Чтобы так жестко меня не уносили. Так, ну и получается мы как самые противные деферы, да, будем дефать бой, в котором уже летим 0-4. Да, такие деферы тоже есть. И вот один из этих деферов это мы. Так, противник прорвал все-таки оборону вот здесь вот, эту сторону. Поэтому нужно нам сейчас будет задефаться. Нужно нам будет сейчас задефать эту сторону. Да, чтобы здесь уже все у нас четко было. Все остальные пароходы, я так смотрю, по большей части у нас заминированы. Не могу понять только откуда мне этот шафт дает постоянно. Хочется еще этого шафта рубануть, чтобы он больше не думал. Ну и каждые 20 секунд я могу ставить по 9 мин. Каждые 20 секунд. Это очень много, если честно. Очень много. Да, то есть если не умирать, то здесь можно просто заменить, ну практически, наверное, весь респаунд таким образом, что противник вообще не сможет здесь ничего сделать. Да, у нас вот есть три титана шафта. Противник пытается прорваться. Но что он может сделать? Что он может сделать? Просто если у нас здесь и так, ну можно чуть откатиться. Можно гранаточку такую аккуратненькую закинуть. Главное в минус не упасть. Блин, падаем в 0 пятку. Ничего страшного, в принципе, даже с 0 пяти нету. Ой, миночки сработали. Боже, может меня все-таки кто-то перевернет. Может быть понадеется на то, что... Ага, понял. Противник меня перевернул. Самое неприятное, конечно, когда тебя далеко респят от своей базы. Но я уже вижу потенциал и токсичность этой комбины. Да, то есть для дефа, для дефа это вообще лютая токсичная вещь. Очень жесткая. Да, то есть ты просто стоишь на базе и ставишь мины. Ты ничего абсолютно другого скиллозависимого не делаешь. Да, при этом ты можешь, ну вот, например, взять шафта с лечением, да, и стоять хилить. Да, ты можешь просто стоять хилить. И вот сейчас, видите, минки поставил, и при этом сам улетел на респ. Да, а мины-то остались, которые я как бы поставил, и все, они есть уже на базе. И я хоть и улетел на респ, эти мины подсейвят меня. Да, то есть подсейвят мою команду от увоза противника. Да. И это самое жесткое, что есть в этом плане. Ну и то, что ты можешь подсейвить, получается, 5-6 даже, ну да, 6, грубо говоря, 6 ромашек ты можешь своих подсейвить. Да, 6 прожатий по 9 мин ты можешь своих задефать. Да. Поэтому я не знаю, честно, как вот это вот придумывают, да, и как делают вот такие нереально жесткие вещи в нашей игре. Но я представляю, насколько это будет сильно дизморалить всех игроков, когда вот ты будешь просто с этим сталкиваться на постоянной основе. Видите, у нас два вот таких вот, два диверсанта, и все. И ты всю базу свою заменил, да, вот мы летели в катке без шансов. Да, то есть изначально противник здесь возил флаг за флагом. По итогу диверсанты встали на базу, и ты уже ничего абсолютно увезти не можешь. Вот, видите, я в очередной раз ухожу на респ, мины поставил, все. Да, у меня есть овердрайв, я мог вжаться там, условно постоять еще. Ну, а я кинул минки, улетел на респ, мины работают, противник проехать не может. Я пока что там проеду, да, вот видите, миночки сейчас дают 20 киллов. 20 киллов мне дают мины, только мины. Да, противник в очередной раз пытается прорваться. Ставим здесь купол, ставим здесь купол, пытаемся задефать. Пытаемся раскрутить противника как раз-таки на дополнительные мины. Ну, и вот это пока что получается самый эффективный подъем, на котором лучше всего работают мины. Поэтому мы сюда сразу еще лепим миночки. Ой, в аспек с бомбочкой. В аспек с бомбочкой пытаются рубануть купол. Но его все равно сливают здесь мины. Наверное, надо сюда еще подъем поставить. Это что-то тут уже все разминили, я так понимаю. Здесь уже весь подъемчик разминировали. Поэтому попробуем сейчас вот сюда еще поставить рамулю такую красивую. И стоит у Ромашкину закидалову сделать. Так, и здесь еще есть у нас подъемчик, которого постоянно едет противник. Просто постоянно едет противник. И по идее, по-хорошему нам бы надо было бы туда еще тоже мины поставить. Так, нас двоих сливают. Противник будет пытаться все-таки дергать. Да, миночки у нас по большей части уже все разминились. Противник там пытается добить уже последние на подъеме. Там просто Титан кукол еще прожал. Так, а наш тиммейт, кстати, увозит. Наш тиммейт увозит. Наш тиммейт увозит. Пытается дернуть. Так, Арес. Арес, 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 Арес пытается упасть на низ. Арес пытается упасть на низ. Две четыреста ему в голову даю. Но здесь все-таки увоз будет. Минута до конца. Да, даже вот в такой мертвейшей катке, казалось бы, да. Казалось бы, просто мертвая катка. И я все равно даже с такого мертвяка успеваю сделать еще дополнительный плюс. И, грубо говоря, засейвить катку от досрочки. Да. Никогда, если честно, не понимал тех игроков, которые так делают. Да. Но если вот встать чисто на их, на их позицию, да. Ну и понимаю я, что, как бы мне, чтобы сыграть полную, полную катку, мне это выгодно с точки зрения того, чтобы не перепикивать еще один бой. То здесь поднять дополнительные очки на такой комбинации и постараться хотя бы камбэкнуть эту катку, да. То есть задефать базу и сделать акцент на том, чтобы тиммейты твои пошли в атаку и вдруг было бы камбэкнули, да. То есть вот если бы сейчас произошел бы камбэк в рамках этого боя. Я считаю, что это было бы очень круто, да. Потому что такая комбинация может очень сильно подсейвить свою базу в самый, что ни на есть, сложный момент, да. Потому что когда мы запикались в эту катку, здесь противник просто кошмарил весь респаунд. А по итогу мы с таким же самым типом в два диверсанта и в два минера по дроном сумели отдать после этого только лишь, получается, один флаг. Не знаю, выглядит очень жестко, если честно. Я не знаю, что будет в бою, если таких будет четыре диверсанта. Но как будто бы это может работать даже и под условно атаку, да. Не только под деф на своей базе, да. Ты можешь, например, ехать вперед, ставить эти минки, да. И сам увозить там флаг, условно, на мамонте, да, какого-нибудь. И это будет работать. Это будет работать. Жестко, жестко, если честно. Очень жестко. И я, честно говоря, немножечко в шоке от того, что вот такие комбинации появляются. Я не знаю, как я до этого изначально не додумался. Потому что когда я выпустил первый видос с минером, мне сразу же в комментариях написали, наверное, штук 10-15 комментов. А почему не с диверсантом, почему не с диверсантом? А потом я только вспомнил о том, что реально же есть дрон, который ставит по 9 мин. А если эти мины еще и сейвятся, то получается просто ультра-токсичная комбинация. Пишите, что вы думаете по этому поводу, дисбаланс это или нет. Считаете ли, что надо это как-то менять? Потому что выглядит как 3-4 таких диверсанта могут просто уничтожать всю базу противника. Могут уничтожать тотально деф, да? То есть вообще не отдавать никакие флаги. Поэтому напишите, что вы думаете по этому поводу. 25 киллов. Без уничтожения, грубо говоря, противника у нас залетает просто на минах. Притом, что это полбоя было. Полбоя! Я, то есть, вообще в сливную катку зашел. И при этом такие результаты. Поэтому напишите, что вы думаете. Обязательно поддержите этот видос лайк. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписаны, у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.